Лагман Первый раз для этого нам нужно будет, можно баклажан, берут, я взяла кабачок, вот что от него осталось, морковка, морковка, помидор, пекинская капуста, чеснок, зелень, потом мы зеленью будем посыпать, когда вы уже поставите тарелку, и вот сам каждый себе может посыпать, картофель, вот это пекинская капуста, фасоль или зеленая, стручковая, но это уже придумали, наверное, в наше время, просто я их делала здесь на ютюбе, рецепт, ну думаю, дай, да, положу, томатная паста, Так, дальше переходим, переходим, здесь, значит, вот редька, редьку я нарезала, нарезала кабачок и редис, тоже по желанию, вообще, либо редьку кладут, либо редиску, Перец я взяла болгарский, он обязательно, в узбекской кухне очень любят перец, да, болгарский, и, ну, вообще перец, и вот я взяла два разных цвета, чтобы было красочно, и, естественно, зеленый лук, ой, фу, просто лук, репчатый, Да, и самое главное, самое главное, что я забыла показать, это мясо, мясо, баранина или говядина, конечно, в домашних приготовках еще используют курятину, Ну, вот я купила говядину, здесь у нас 600 чем-то грамм, вот так нарезала, можно, конечно, нарезать еще вот этот кусочек половину сделать, ну, посмотрим, я, как говорится, моя рубрика называется «Готовить я не умею», но готовлю, итак, давайте начнем, Так, ну, мы с вами что делаем? Включаем плиту, конечно же, нужно жарить в казане, безусловно, нужно жарить в казане, казана у меня нет, пока не приобрели, надо приобретать, потому что плов и так далее, тот же лагман, надо делать в казане, Что-то пострела я на свою мультиварку и подумала, что мало будет, я что-то разогналась, видите, сколько у меня ингредиентов, мне что-то так захотелось разнообразным его сделать, Сейчас мы нагреваем масло, так, чтобы оно закипело, туда, значит, закидываем чеснок, Закинули чеснок Далее Куркума Я вот взяла Сейчас мы Сбила сегодня И сразу брызнула Засыпала Сейчас понюхаю Все надо нюхать Куркума Когда закипит, масло будет кипеть, уже пойдет такой аромат И мясо, когда мы закинем мясо в кипящее масло, мясо пропитается всем этим богатством Вот так вот, сейчас мы пока ждем Добавляем говарину Вообще я хотела купить баранину Я хотела купить баранину А так как у меня загорелось это блюдо Захотелось мне его покушать Естественно Этот Как его Не нашли сразу Да, и поэтому То есть искать поставили возле дома На рынок съездили Магазин мясной Вот мы купили мясной магазине На рынке Была баранина Но костлявая Костя Коста В общем Нам-то мясо нужно Мякоть Поехали в магазин и купили вот говядину Не знаю, что мне получится Вот Это Сковорода Вог, да И Масла, видите, много я налила Подсолнечное масло Вот пусть жарится теперь Тоже Вот эти выкину Жалко Ладно Прилепает Все Обжариваем масло Так что Вот так вот Жарится Вот нужно так Обжарить, да Чтобы Мясо Именно поджарилось А не Потом уже вы будете тушить в процессе Потом уже ладно А сейчас она именно должна пожариться Это очень важно Очень важно, что она в чесноке По чесноку вы ровняете Чтобы чеснок Если начинает пригорать Добавляется лук Чтобы не пригорал Помидоры, например Чтобы Некоторые пригорать начинают Ну, подгорать, да Все Чтобы лук дал с помидорами воду И тогда в ней Прогорать ничего не будет Все, добавлю я лук Пока В общем, с каждым ингредиентом Где-то по 2 минуты держим Чтобы Я вытяжку включила Извиняюсь Я его выключу пока По 2 минуты держим Вот каждый ингредиент Этого достаточно будет Все, обжариваем Вот лук тянули Вот 2 минуты где-то ждем Потом я буду сюда Помидоры С морковкой Я все резала Ничего я не делала с этим Ни какие приспособления не применяла Просто резала ручную Сама и все Конечно, лучше, конечно, редьку натереть Там, может, морковку натереть Называют лагман, да? Сурбекский лагман называют Густым супом Мне название это не нравится И что я это блюдо приручаю Как отдельному блюду Не суп, это недалеко не суп Это отдельное блюдо Он бывает жидкий лагман То есть соус к лагману Бывает вот жидкий вот этот Бывает густой У меня, скорее всего, будет густой Потому что Ну вот, маленькая, да? Сковорода маленькая То есть он же, если был бы этот Казан, то был бы выше И по воде надо смотреть А если смотрим, так же по луку Лук должен быть, например, в любом блюде Как я всегда говорю Да, за водистой корочкой Все, мы обжариваем Идем Ну что, начинаем добавлять Постараемся, конечно, добавить Просто морковку Вот если у меня получится А как так Вот с помидором Там чуть-чуть останется И не страшно Помидору кури И обжариваем Помидоры Тоже на этот кусок Некоторые попали Все, кинули все помидоры Пока я накрываю крышкой Пусть все делает Куда-сюда Дальше мы кидаем Кричку Вместе Поворачиваем Осталось, что не придется Кидать Мне кажется, что было достаточно То есть можно Либо речку Либо баклажаны Но вообще Мама моя лично Не помню Не добавляла А, да Спросим Может, я не помню Потому что было вкусно Что было не важно Что ты ешь Вместе с кидаем Все Опять жарим Дальше смотрите Так что пожаривается Баклажаны Баклажаны Знаете, как режут Такими длинными режут Я знаю Так что Лучше И, кстати, масло Баклажаны Собирают Когда много масла И все подсчитывают Баклажаны Когда слышишь Учет кучка Соча получается Побываем Все Обжариваем Обжариваем Ну что, будем добавлять Этот Перец Добавляем перец Красота Красота Неблюда Запах Пошел Я же Так захотела Делала Первый раз Поэтому И называется Моя рубрика Не умею готовить Потому что Готовлю Так что Поэтому Все, кто не умеет Готовить Пожалуйста Здесь Супра Посмотрите Как готовит Человек Который Не умеет Готовить Так вот Я же захотела Готовить А некому Готовить Само Приклад Стоит Делать Пошла Пошла Набрала Много Готовить Много Гарнира Так скажем По-русски Много Подлива Называется Как-то По-другому Называется Дже-по-де-ше-по-де-ше Я не помню На Восточном Позвание Чтоб она не пропала Зелень Каждую старелку Я уже говорила Соответственно Пока Обжаривается Потом У нас Все это Дело Пойдет Картошка И Единская Капуста Это Вот так Вот Так Ну теперь Кидаем Капусту Пекинскую Картофель Все В принципе Здесь Должно Резать Нарезаться Кубиками Ну За исключением Нужен Баклажан Которые Длину Длины Режут Ну Вот И капусту Крещу Лагман Много сочная Так же Кидается Квозяток Сколько я знаю Вроде переводится Как макароны То есть Наша Вкусная Лапша Лапша Лагман Лапша Вот Хочешь Вообще Можно И так Поесть Это Блюдо С картошкой С мясом По-моему Вот Как Офигела Смотрится Что Вот От Этой Отделилась Да Чуть Кажарится Вообще Помидор Шкура Пусть Томатную пасту Будем нарезать Ну Примерно Столовую ложку Ложить Флагман Обязательно Нужно Ложить Томатную пасту Томат Обязательно Естественно Оно Дает Свою Чистеньку И Естественно Оно Дает Цвет Травц Есть Действие Знаете Я даже Наверное Еще Положу Ну Да Потому Что Много Крезентов Много Поэтому Положим Еще Еще Все Жарим Прошло Две Минуты И я Добавляю Чуть Чуть Фасоли Потому Что Очень Много Ингредиентов У меня Тут Поэтому Чуть Чуть Добавляю 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 Потому Что Мне С Спирками Немножко Коп Али Делочек Что Какое-то Дело Доходит Подходит Жарим И вы Тоже Смотрите Как Что То То Есть У Добавляю Продолжаю Продолжаю Потому Что Картошку Надо Немножко Поджарить Потому Что Потом Будем Наливать Воду Понятно Что До Свет Варится Но Тем Не менее Другие Ингредиенты Чуть Поджарились Тоже Перец Болгарский Тоже Добавляем Паприку Красная Молотая Добавляем Ее Ложку Уже Добавляем Метовое 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 Отжар Кстати Метовое Уже Уменьшим Огонь Пригладили Три Чувствую Востер Перемешиваем Сейчас Метовое Огонь Возьмите воду, и тогда все должны посолить, и еще должны посолить. Тоже ложку, как минимум. Ждем, когда у нас хвата, у меня сорт, как всегда смешает воду. Ну что, добавляем еще чеснока, чем он добавляет в воду, не знаю, может быть и так добавляется, но я добавлю его, то есть видите, еще добавляем чеснок в конце. Вначале в масло положили еще до мяса, теперь в конце еще ложим чеснок. И сейчас все будем заливать водой и будем варить до кипения, как только она закипит. Вы пробуйте мясо, вы пробуйте картошку и смотрите, когда закипит именно. Выключать или не выключать, то есть время я тоже не называю, все на глаз. Ну я сама сама по себе готовлю сюда на глаз. Ну что, заливаем водой. Заливаем. Вообще заливается до закрытия овощей, так скажем. Ну у меня, говорю же, форма приготовления совсем другая, не должен быть казан. Ну вот в принципе можно вот так оставить. Вот видите, у него все красное. Опять же наверняка надо паприку добавлять тоже в воде. и посмотрим. И посмотрим. Первый раз же потом. И вы вместе со мной, вы свидетели. Я вот думаю, как же взять. Я хочу посмотреть. Еще добавить зимой. Добавлю-ка я еще. А, еще надо смотреть, я смотрю какой, какую ему нужно густоту. Вот так я думаю, вот так достаточно. Ну, проверяем. Потом вот вы на соль все потом проверите. Сейчас пусть поварится пока. Вот так набираем, наливаем, подливаем. Самое главное, чтобы... Ну все, я думаю, этого достаточно. Вот пускай как раз варится то, как говорится, готовится то, что не дожарилось, если не дожарилось. У нас, конечно. Вот добавила я еще. Все. Ждем. До кипения. Ну вот, в общем, на вот этот бок, да, у меня ушла вот вся вот эта штука. Вот, чтобы вы понимали. Да, здесь литр двадцать пять. Так что вот так вот. Ну что, все дело, это у нас закипает. Закипело. Сейчас я буду доставать мясо. Меньше пока. Мясо и картошку перепробовать на вкус. Еще мясо. Еще большую картошку. Вот это я направляю. Вот. И пробуем на вкус. Смотрим, готова ли у нас картошка. Как оно по себе там мясо. Подастынет пока чуть. Ммм. 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 Вкуснятина. Ммм. Конечно, в этом блюде, безусловно, важны специи. Так что... Мясо, конечно, деревянное. Просто деревянное. Ммм. Ммм. Все так теперь. Так, ну что. Закипело у меня все. Партошку, конечно, быстрее. Куриное мясо. Было бы готово. Говядина. Дольше, конечно. Так, ну что, на соль надо попробовать. Соль. Бульон. Ммм. 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 Правда, перенесу здесь cuarto стол. Все готово. Все очень вкусно. Очень такое, жирное. Довольно таки жирно немое. Вот. Ну так вот. Мне кажется, вполне. Я тогда перенесу. Поставила, значит, кастрюлю с водой. Сейчас будем ее тоже создать, пока она закипит. Подсаливаем. Подсаливать для лагмана нужно очень хорошо. Много соли надо. Засралась я с пупцом. Потому что лапша должна быть такая, чувствительная, что бы на соль была. Ну, то сейчас первый раз готовлю. И сама еще руку набиваю. У меня тут масло есть в тарелке, как видите. Как видите. Так, ждем, когда закипит. Когда закипит. И нам нужно будет макароны. Конечно, для лагмана нужно делать макароны самим. Их как-то вытягивают по рецепту. Ну, естественно, мы покупаем. Ну, эти макароны я купила сегодня. Они дешевенькие. Я другие, наверное, возьму. У меня там лежат. Вода начинает закипать. Я, наверное, вот эти возьму. Это вот фирма. Здесь 450 грамм. Здесь мы вам тоже, наверное, также. Сейчас посмотрим. Вы видите, я не вижу. Где тут граммы? Не могу найти. Я укупал. Что я нормально писать не могу. Сайт был написан. Ну, наверное, где-то так же. Ну, теперь положим. Пресный насол нормально будет. Может, еще добавить. Чтобы не соленое было нежелательно. Воды что-то добавить. Кастрюля, наверное. Ой. Да, кастрюля маловато. Пусть еще нагревается. Пусть закипает. Так, ну что, вода закипает. Кидаем макароны. Да, да. Я вот у меня в тарелке то, что там остается. Вот я сюда кладу. Набралось там, естественно, вот это все жир. С соуса. И я сюда немножко налила. Вот видите, вот это желтое. Потому что... Потому что... Чтобы макароны, ну, как бы, не слеплялись, знаете. Макароны ломать нельзя, не надо. Они должны быть диноваты в этом блюде. Ломать их не надо. По-круговое их потихоньку высовываем. Они смягчаются и залазят. Все, варим макароны. Хорошо подсоленной в воде. Довольно-таки, по рецепту там... Хорошо. Ну, вы спросите, если ты первый раз готовишь это блюдо, и все-таки я не умеешь готовить, как же ты о нем узнала? Во-первых, у нас семьи его готовили. Готовили не так. Попроще. Конечно же, не так, сколько ингредиентов. Попроще мама готовила. Ну, конечно, скорее всего, может, там и с куриц тоже. Была вот, вода у меня вываливается. И... Хочу, хотела сказать, отвлекла меня эта вода. Я в интернете просто просматривала, я же захотела, просматривала, и вот для себя нашла там определенные. Вот что было в магазине, подходящее к этому блюду. Я же говорю, баклажана не было, взяла кабачок. Кабачок тоже можно, судя по рецептам, которые я читала, уточняла, да, просто для себя. Вот. И, естественно, как они говорят, как я слышала сама от узбеков, да, вот какой сезон так лагманы готовят. Все сезон лета, там такие ингредиенты есть, такие и ложим. Например, зима, естественно, зимой какие есть, такие кладем тоже. Ну, вот соус в смысле имеется в виду. Вот так вот. Все, отвариваем. Макарошки отвариваем. И смотрим, что у нас получится. Ну, все, сварились макароны. Все дело, это теперь дуршлачок. Перекладываем. Выключаем. Ну, вот макароны сварились. Наложила я их в тарелочку такую. Открываем наше творение. Берем половник и наливаем. И наливаем на сами макароны. Вот. Вот так сверху. Вот. Ой, лука трясется. Все. Больше не надо. Вилка, ложка, кому как удобно. Вот. И вот у нас что получается. Кому как удобно. Блюдо вот подается вот так. С лука я вот помню, сколько я кушала. Именно вот так. Не на сухую. Я видела, знаете, где вот это вот, ну, отварят макароны. Разные макароны. Вообще просто макароны. Ну, это уже понятно. И вот очень нежидкий совершенно соус, да, вот этот. Ты как-то, ты знаешь, это не то блюдо. Вот вот так вот так должно быть вот так вот соус. Это не должен быть суп. Это вот как я налила, вот так вот, в принципе, может быть, даже чуть меньше должно быть водички. Ну, это вот все дело вот так. И это дело называется узбекский лагман. Поэтому всем приятного аппетита. Сейчас я попробую, что мне получилось. Ну, понятно, что макароны, кстати, у настоящего лагмана должны быть, естественно, пошире. Они такие тонкие. Ну, я не люблю возиться с тестом, поэтому. Ну, что ж, спасибо за просмотр. Всем приятного аппетита. Спасибо, что уделили время на просмотр этого видео. Подписывайтесь на мой канал. И ставьте палец вверх. Также комментарии от вас тоже мне будет приятно почитать. Обязательно всем отвечу. Спасибо и всем пока-пока.